В школе-интернате номер 23 Петрозаводска прошел мастер-класс по голболу – паралимпийской дисциплине для незрячих и слабовидящих людей. Занятие провел старший тренер сборной России Илькам Набиев. Голбол – это спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забить мяч ворота соперника. На глазах у игроков маски, чтобы быть в равных условиях, ведь зрение у всех разное. Играют на слух внутри мяча колокольчик. Есть ли возможности у воспитанников нашего интерната проявить себя в голболе? Об этом и не только рассказывает Илькам Набиев, новый герой проекта «Современники». Россия, Россия! Россия, Россия! Россия победит! Россия победит! Илькам, вы являетесь старшим тренером сборной России по голболу. Скажите, пожалуйста, участие и победы в каких международных турнирах есть у российских спортсменов? Я пришел в женскую команду, я тренер женской команды в 2014 году. Мы сразу с первого захода выступали на чемпионат мира. Мы выиграли второе место, то есть заняли второе место, и это дало нам первую путевку на Паралимпийские игры Бразилии, к которой мы не попали. Потом, в 2015 году был чемпионат Европы. Мы там заняли второе место. В 2017 году мы чемпионат Европы заняли первое место. В 2018 году мы заняли первое место на чемпионат мира. И в 2021 году мы заняли первое место на чемпионат Европы в Турции. Но сегодня мы являемся действующими чемпионами и европы и мира расскажите о вашей команде что это за девочки девочки разные они представляют разные регионы состав команды по голбола это 6 спортсменок 6 спортсменок меня представляют иногда 4 региона иногда 5 регионов меня базовой командой является эта команда в лаводской области и команда калужской где я тоже тренирую региональную команду калуги девчонки разные в основном это девчонки которые из неблагополучных семей да то есть дети интернатовские девчонки крепкий характером я бы сказал то есть они знают что хотят жизни этого добиваются сегодня для вас провести урок физкультуры приехали большие профессионалы голбола чтобы вы смогли погрузиться в паралимпийскую атмосферу этого вида спорта сегодня здесь в школе интернате номер 23 прошел семинар вы рассказывали и показывали детям что такое голбол вот у вас цели какие у меня цели первую очередь как тренер сборной россии и найти то есть воспитать спортсменов чтобы они попадали в сборной россии а для того чтобы они были мы голбол должны развивать во всех регионах россии чем больше будут играть людей голбол тем больше у меня как у старших на будет шансов для отбора из их числа состава сборной россии вот этот зал он подходит для кол нет игровая площадка в голбол 9 на 18 это сама игровая площадка еще хотя бы метра по 4 в каждую сторону должно быть там тренерская зона от боковой линии должно находиться на расстоянии трех метров от боковой линии и площадь тренерский там 4 на 4 потом представьте до 3 метра плюс 4 еще 7 много хотя бы 4 там было потому что здесь если мы на всю ширину потому что когда защищается идет игра жестко те которые умеют играть они же руками идут а там стена рядом могут выбить руки тогда и там подобное это просто из опыта мы приспособились тоже не имеем подчет показать ну вот в таких приспособленных условиях да когда нет ворот настоящих ведь нет например вы да вы сейчас без ворот играли когда не совсем зал подходит можно воспитать спортсмена для сборной россии воспитать на начальном уровне можно без проблем потому что здесь как здесь начальная стадия это уметь сложиться во время защитных действий сложиться можно один на один то есть один бросает другой складывается то есть на разных позициях да можно играть данного 2 на 2 можно отрабатывать броски то есть физическую подготовку можно получать тренажерном зале можно на улице сейчас у нас на улицах очень много приспособленных спортивных площадок сейчас вот вы наблюдали за игрой если дети которые могут быть потенциальными членами сборной россии задатки я увидел у девчонки у меня фамилию к сожалению не спросил зовут и оля у него тут первый раз я не знаю можно до этого кидала очень хлесткий бросок есть понимание надо вот я не стоят это сразу кидать с места есть для атаки 6 метров зона то можешь разбежаться там до отойти подойти чем ближе мяч кладешь у не вот это чутье есть но просто не надо работать я вот из тех которые были в зале как тренер увидел в ней задатки илькам как вашей жизни голбол появился голбол появилась моей жизни очень случайно ну вообще по жизни учитель математики и физики да я делегат 21 сезда комсомола исторического который был последний потом я работал представителем сполкома поселкового совета главой администрации ну разной сфер деятельности генеральный директор аутульский лотереи работал директором жилищно-коммунального предприятия а сейчас занимаюсь вот спортом когда я вот так пришел за смотрю 6 человек сидят и трут пол правил не знал ничего не знал меня не было интересно и потихоньку начинаю вникать на правила и так далее там подобное какие броски в голболе да тихие броски проходят только где где есть шели у соперника дыры где есть защита есть оставляет дыры не закрывает тихие броски проходят на это было с кем называем стелющимися есть броски мелкоскальщие и броски прыгающие которым я говорил мяч такой необычный в голболе похож на баскетбольные вот расскажите немного чем он отличается от например баскетбольного мяча к мочам отличается он отличается всем во первых отличается весом мяч голбол весит кило 250 грамм это ощутимый весит диаметр мяча больше чем баскетболе у нас 24 с половиной 26 половиной диаметр мяча окружность мяча у нас 75 с половиной 78 с половиной в баскетболе намного меньше мяч у нас не накачивается он вулканизирован до имеет 8 дырок и внутри мяча два колокольчика и так они озвучивают чтобы спортсмен закрыты глазами слышали откуда подается наш откуда бросают и тогда как развивается ребенок когда занимается голболом что у него появляется то что чего не было раньше но он становится более уверенной в жизнь вот одним словом если они становятся более уверенными если у него еще что-то получается он давит добивается чего туда он же у него появляет свой я он он уже понимает он чего-то в этой жизни стоит через неделю будут новые герои наши современники люди со своими интересами и взглядами кому есть что сказать и чем поделиться обязательно увидимся